Очень приятно быть сегодня здесь и спасибо организаторам, что устроили такой праздник, такое мероприятие и возможность пообщаться. На самом деле, сегодня мы могли поговорить о разных вещах, и я предлагаю это сделать во многом виде вопросов-ответов. Для затравки я, может быть, расскажу пару историй. Тема сегодняшнего мероприятия – это создание эффективной бизнес-команды. Меня зовут Давид Ян, я являюсь основателем и председателем совета директоров компании Аби. Так случилось, что в 1989 году, когда я был на четвертом курсе физтеха, ФАПФА, возникло желание на экзамене по французскому создать некоторую программу, которая помогла бы людям лучше, эффективнее изучать язык. И я прямо вот, я делал в том, что на французский ходил, на английский я ходил хорошо, а на французский, к сожалению, я ходил всего два раза, на первое занятие и на экзамен. И, значит, весь экзамен я, собственно говоря, думал, как же так, почему нет программы, которая помогла бы выучить язык. А потом уже, когда я шел, ну как-то мне удалось получить четверку, я не знаю, как. Вот, но потом стало понятно, что, конечно, если делать то не французский, а английский, если делать не программу, то не обучение, а словарь. Мне почему-то показалось, что вот надо делать программу, позволяющую людям там переводить. И так вот оно началось. То есть, на самом деле, в нашем случае не было такого бизнес-плана, не было никакого проекта, не было никакого инвестиционного плана. Просто было желание летом за месяц написать программу, еще за месяц продать 100 экземпляров по 100 рублей, заработать 10 тысяч рублей, что, в общем, было очень-очень большие деньги были, стипендия стоила 55 рублей, так что 10 тысяч рублей, ну это вот фантастические деньги. И, собственно говоря, в сентябре продолжать заниматься физикой. У меня была кафедра физики твердого тела в Черноголовке и так далее. Потом я нашел, собственно говоря, нашел Маскалева Сашу в Черноголовке. Мы действительно решили написать эту программу. Девять месяцев спустя, когда программа в первый раз, значит, запустилась нормально, мы поняли, что все наши планы за месяц ее написать были в корне неправильные. Мы, тем не менее, продали первые три копии, не 100 копий, а три. Но при этом вдруг мы обнаружили, что на рынке существует до 50 тысяч нелегальных копий, и мы поняли, что этот продукт действительно оказался востребованным. И, в общем, планы изменились. Мой шеф, Сеот Фелиш Гантмахер, академик, ныне академик Российской академии наук, легендарная личность, он сказал, «Давид, вы знаете, я вижу, что вы занимаетесь чем-то кроме физики, так не бывает. Хорошо можно делать только одно дело, и вы, пожалуйста, определитесь. Я не знаю, чем вы увлечены, но я вижу, что вы чем-то увлечены еще». И, в общем, пришлось сделать такое трудное, принять трудное решение. И мы начали создавать команду, и вот у нас появились первые сотрудники. Сейчас в компании Аби работают. Я немножко расскажу эту историю, чтобы, может быть, она позволит сравнить несколько сценариев и просто в диалоге уже поговорить. Собственно говоря, сейчас у нас в компании работает 700 человек. Мы имеем офисы в 8 странах мира. Нас нашими программами пользуются 30 миллионов человек в мире. И основными нашими программами, основные наши программы – это FineReader и Lingva. Наверное, кто-то из вас ими пользовался. Сейчас я пытаюсь пролистать кое-что. Дело в том, что то, что я вам показываю, это презентация для новых сотрудников. И вот тут миссия компании – улучшать жизнь людей, создавая технологии искусственного интеллекта и программы для ввода данных, мы превращаем информацию в полезные знания. На самом деле, мы сейчас переходим к новой миссии компании. Она формулируется гораздо проще. Мы помогаем людям лучше понимать друг друга. Я тут никак не могу найти один слайд. Ну ладно, бог с ним. Собственно говоря, тогда мы никаких книжек не читали, и как бизнес у нас никто не учил. А потом уже спустя много лет попалась в руки книжка Джима Коллинза «Good to Great» от хорошего к великому, и мы вдруг обнаружили, что интуитивно мы примерно очень похожим образом двигались. В этой книжке я очень советую вам ее прочитать. Это одна из лучших книжек по бизнесу, которая мне попадалась за последние 10 или 15 лет. Джим Коллинз «Good to Great» с красной такой обложкой. Там сказано, в этой книжке автор со своей командой изучили около тысячи американских компаний, которые входили в Top Fortune 500 за последние 30 лет. И они выбрали из них 11 компаний, которые они по определенным критериям считали великими. И критерий там, грубо говоря, был такой. Они выбрали те компании, которые в течение 15 лет непрерывно в три раза превосходили по своим показателям показатели своей индустрии. И они предположили, что если 15 лет подряд компания идет лучше в три раза своего рынка, значит в ней что-то устроено совершенно по-другому. И удивительная книга на самом деле. Это абсолютно эмпирическое исследование. Вопреки всем бизнес-школам и каким-то догмам, которые присутствуют, присутствовали в учебных процессах, они просто попытались изучить, что же общего в этих 11 компаниях. И обнаружили 6 элементов. 6 элементов, которые повторились во всех 11 компаниях, хотя эти компании принадлежали к разным рынкам и на самом деле немножко в разное время существовали. Для сравнения они еще взяли 11 компаний, так называемые прямого сравнения, которые, похоже, были в исходной позиции такие же, как и так называемые великие компании, но которые не добились этих феноменальных результатов. И они обнаружили, что этих 11 элементов или там значительная часть этих 11 элементов в этих компаниях не присутствовало. И дальше они подробно рассказывают об этих 6 элементах. И первые 2 элемента касаются команды, собственно говоря, темы нашей лекции, если ее можно назвать лекцией. Там говорится о том, что на самом деле успеха в бизнесе и вообще в любом деле достигают люди. И как это не кажется вроде с одной стороны или очевидным, или наоборот не очевидным, но тем не менее основная составляющая успеха это руководитель команды. Они вводят понятие руководителя пятого уровня и команды, которые работают с этим руководителем. Я сейчас имею возможность смотреть на разные проекты, как часто пишут молодые предприниматели, о том, предлагая инвестировать или посоветовать инвесторы, или посоветовать что-нибудь, как быть с проектом. И я могу сказать, что и я, и многие мои знакомые, участвующие, помогающие молодым предпринимателям, оценивают проект не в виде бизнес-идеи. Собственно говоря, большинство предпринимателей, как это ни странно, ценность идеи оценивают очень высоко. Они приходят и говорят, у меня гениальная идея, и вот давайте вы инвестируете, и мы свернем горы. А на самом деле ценность этой идеи 5%. 5% успеха будущего предприятия составляет идея, которая лежит в ее основе. 70% успеха будущего предприятия – это команда, которая будет реализовывать этот проект. И 25% успеха – это везение. Ну, вот на самом деле, конечно, случайная составляющая обязательно присутствует в предпринимательском процессе, и никуда и от него не денешься. Но, во-первых, нельзя его переоценивать, или нельзя его недооценивать. Ни в коем случае нельзя переоценивать ценность самой идеи. Я встречаюсь регулярно с ситуациями, когда мне приходит письмо о том, что «Вот, Давид, у меня гениальная идея, я не могу рассказать, о чем она, это большой секрет, но вот поверьте, ничего большего вы в своей жизни не видели, и я предлагаю вам инвестировать миллион долларов, и вот, а через три года будет миллиард». Вот. Ну, трудно отвечать, честно говоря, нет возможности отвечать вот совсем подробно всем, но хочется, чтобы все-таки это было понятно. Во-первых, от инвесторов не надо никогда прятать свою идею. Вот шансов, шансы уменьшаются почти до нуля. Так сказать, надо рассказывать, и когда вы рассказываете инвестору про свою идею, первое, ну, может быть, он потратит какое-то время, чтобы ее выслушать, но тут же он пытается понять, а где же вот 70%, где те люди, которые будут ее реализовывать, кто тот руководитель, который будет руководить, и где те, где та сплоченная экспедиция, которая пойдет завоевывать эту вершину. Вообще, очень в предпринимательском процессе много таких, может быть, метафор, но одна из них — это экспедиция в какую-то, для покорения какой-то ранее непокоренной вершины. Это очень похожая история. Мы собираемся все в долине, где тепло, хорошо, сухо, все такие веселые, добрые, все просто такие друг за другом горой. И есть руководитель экспедиции, который знает, куда идти, он так, в принципе, знает, он думает, что он знает. И он говорит, ребята, пойдем, мы сейчас завоюем эту вершину, мы станем покорителями мира и так далее. Ну и, в общем, люди собираются и идут. Ему нужны, обязательно в команде нужны люди, которые соответствуют этой экспедиции. Она не должна быть слишком большой, она не должна быть слишком маленькой, там должен быть, условно говоря, врач, там должен быть человек, который знает местность соответствующую, там должны быть люди, которые умеют владеть техникой, которая требует это восхождение, там, возможно, это байдарки, будут сплав по рекам, возможно, это будет восхождение по вертикальным стенам, то есть должны быть профессионалы определенные. И люди, каждый, в принципе, должен обладать определенным набором, минимальным набором профессиональных сведений, знаний и умений для восхождения. И вот они собираются и идут. И поднимаются выше, и дальше становится вдруг холоднее, начинается дождь, ветер, а потом снег, и в общем в какой-то момент уже и закончаются запасы, и нет уже и продуктов. И вот тогда проверяется, на самом деле проверяется эта команда. Кто-то посередине разворачивается, берет часть продуктов и говорит, ребята, я пошел обратно, мне нужно 10 консервов, чтобы дойти обратно, я пошел. И этот человек может оказаться врач, или может оказаться человек, который работает с техникой. И все. И на этом экспедиции она не просто может не вернуться, то есть не дойти, она может просто даже и не вернуться. И вот здесь предпринимательский поход, он очень похож на эту историю. Вам нужно реально разобраться в людях, прежде чем вы пойдете в этот поход. Не стоит идти в поход, когда вы не уверены в личных качествах людей. Я некоторые сейчас вещи буду говорить таким телеграфным образом, но все-таки здесь у нас в физтех, поэтому, может быть, это будет воспринято. У каждого члена команды есть, у вас есть такая дилемма, у человека есть личные качества, как активная жизненная позиция, желание достигать цели, достигать результата. И вот то, как он соотносит свое личное благо с высшей целью. То есть, насколько он хочет лежать в теплой постели, насколько лежать в теплой постели ему важнее, нежели достичь результата. Вот у него есть некоторый набор личных качеств, а также у него есть набор профессиональных качеств, связанных с данным направлением. Если вы занимаетесь проектом в области разработки программ, то это профессиональные качества программиста, инженера. Если это другой проект, то это свои профессиональные качества. Так вот, у человека есть профессиональные качества и личные качества. И если 100% этих качеств существовал бы человек, обладающий 100% идеальным для какой-то области, то в каком соотношении должны быть у него личные профессиональные качества в момент для такой предпринимательской команды? Здесь то, что я сейчас скажу, это интересно, что совпало с мнением уважаемого человека Дэнни Мэйера, но я скажу там почему. Так вот, я хочу сказать, что в момент предпринимательских проектов важно, чтобы у человека был 51% личных качеств и 49% идеала, примерно половина профессиональных качеств. Таких людей, как правило, идеальных людей не бывает. У кого-то немножко недобор здесь, у кого-то немножко недобор здесь. И у каждого предпринимателя возникает вопрос, так что же, я всегда должен мириться с компромиссом, не бывает идеальной команды. Вот могу я взять человека, у которого 51% личных качеств и 10% профессиональных. То есть, ну понимаете, да, человек не очень хорошо программирует, но зато реально вот рвется и хочет сделать лучший бизнес, лучшую программу в мире. Или наоборот, человек идеальный программист, но с ним сложно разговаривать, ему очень важна зарплата, он, если зарплата уменьшится, ему это не важно, потому что ему важнее, чтобы вот там машина и так далее. Вот, ну грубо говоря, 10% или 20% личных качеств и 49% профессиональных качеств. Так вот, еще одно соображение, которое вытекает из множества разных мнений, в том, что личные качества на момент старта компании важнее, чем профессиональные. Профессиональному качеству научить можно, а личным качеством научить уже нельзя. Человек формируется в 4 года таким, каким он, в принципе, будет уже всю жизнь. И изменить его там в 20 лет, в 25 лет, изменить его отношение к жизни, отношение к успеху практически уже невозможно. А профессиональным качеством, в принципе, еще можно. В определенном объеме можно их нарастить. Так что, собственно говоря, некоторые, несколько таких вещей, которые хотелось бы донести. Это то, как необходимо оценивать, вот, так сказать, кто как инвесторы, скажем так, и люди, ну, вот, скажем, ну, кто как инвесторы оценивают предпринимательский проект, многие инвесторы, это вот так. И на самом деле это, мне кажется, что это близко соответствует формуле успеха, да. То, как надо набирать людей в команду, с чем можно мириться, с чем нельзя. Можно мириться с недостатком профессиональных качеств в определенном объеме, но с недостатком личных качеств лучше, пока у нас тепло, пока мы на берегу, пока мы еще не пошли в поход, не искать человека, который устраивает. Вот. И третья часть – это то, каким должен быть сам руководитель, то, каким должен быть предприниматель. Есть разные типы людей. Люди, которые доминируют, люди, которые подчиняются. Но вот если вы почитаете эту книжку, красную книжку «Good to Great», то вы там увидите полное описание того, что автор считает руководителем пятого уровня. Ну, скажем так, ключевая мысль, наверное, которая там излагается, в том, что руководитель должен давать своей команде возможность реализовать себя. И он не должен, это не должно быть ни в коем случае никогда не one-man show. Это, он сравнивает, он рассказывает о совещаниях на советах директоров, совещаниях на top management meetings, так сказать, в компаниях, так называемых, великих и в компаниях прямого сравнения, невеликих. Он говорит, что в великих компаниях, в компаниях, которые не стали великими, заседание происходит примерно так. Директора, значит, сидят молча с бумажками и с ручками. Председатель совета директоров разговаривает, доносит линию партии. Он говорит так, 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 все говорят да, да, записывают. Значит, он говорит вот так, они да, да, записывают. Потом, значит, они тихо, в общем, все спокойно. Все совещания происходят ровно в срок, там вот час, ровно в час, они заканчиваются, уходят и делают по-своему. Значит, в компаниях великих по интервью, которые они сделали, они провели 100 тысяч интервью с сотрудниками этих компаний, и они сумели создать такую обобщенную картинку, как это происходило. Так вот, в так называемых великих компаниях происходило следующее. Значит, стол, разбросаны бумаги, стоит кофе, чай, вот кто-то сидит на столе, ругаются, значит, брызжа слюной, вплоть иногда доходит до рукоприкладства, значит, председатель сидит вот так, пытается кого-то разнимать, пытается донести свою мысль, его голос, значит, тише остальных, и реально люди отстаивают свою позицию. В конце концов, когда, значит, каждый таким каким-то образом высказался и донес свою позицию, председатель консолидирует это мнение и, выслушав всех, говорит, так, мы все обсудили, я всех услышал, мы все друг друга услышали, будем делать так. И после этого все уходят, и несмотря на то, что это мнение совпало с мнением троих и не совпало с мнением четверых других, вот эти четверо другие все равно дисциплинированно будут выполнять это консолидированное общее решение. То есть эти люди, которые не боятся высказывать свое мнение, но при этом, когда компания определила, куда она будет двигаться, они не работают, как лебедь, рак и щука, они начинают толкать в одном направлении. Вот умение создать атмосферу, в которой сильные сотрудники будут высказывать свое мнение, это вот качество, которым должен обладать руководитель. Собственно говоря, руководитель, он не... Каким образом все это, как это достигнуть, вопрос возникает, да? Итак, ответ примерно такой. Вам, когда вы интервьюируете людей, берете их в команду, вы можете соглашаться со всем чем угодно, кроме одного. Какова истинная мотивация этого человека, чего он на самом деле в жизни хочет. Если у вас, вы хотите пойти вот на эту вершину, и вы считаете, что надо идти вот таким образом на эту вершину, а человек, ваш подчиненный или кто-то еще, считает, что нужно пойти вот так, вот, то это не значит, что он неправ, или что, так сказать, его надо увольнять, или еще что-то. Надо его слушать, надо вникать в его позицию, потому что выбрали сильного человека, человек, у которого есть свои соображения, и он, когда он рассказывает об этом, возможно, он действительно понимает, что здесь находится опасный участок, или еще что-то. Важно одно, куда на самом деле он хочет прийти. Действительно ли и вы, и он хотите прийти именно к этой вершине. Вот если это так, сидите с ним и тратьте столько времени, сколько потребуется, чтобы понять, услышать его, и чтобы он услышал вас, и в конце концов вы на самом деле найдете какой-то вот такой вот путь, так сказать, в этом разговоре, который вас приведет к вершине. Но если вы вдруг поймете в какой-то момент, что на самом деле он не туда хотел, на самом деле он хотел вот сюда, потому что у него здесь бабушка живет, вот, и он доказывал вам, так сказать, что надо идти по-другому. То есть у него есть иные цели, более важные, нежели корпоративные. Вот тогда, каким бы он великим профессионалом ни был, от него надо, ему надо говорить спасибо, что мы работали вместе, вы нам очень помогли, но дальше мы работать вместе не можем. Вот, так что если у вас за столом сидят, пусть люди, думающие по-разному, но вы уверены, что они все идут к одной и той же вершине, вам действительно придется набраться терпения и великодушия, и мудрости разговаривать со всеми, слушать всех, и научить остальных тоже слушать друг друга. Потому что не все ваши сотрудники будут такими же мудрыми, как и вы, как руководитель, и им нужно будет это объяснять, вам нужно будет говорить, вот ты сейчас, у тебя есть визави, у тебя есть твой коллега, который считает по-другому. Вот вы сейчас думаете, что вы на разных сторонах баррикады, так вот забудь про это. Обрати на одну мысль, одну вещь, что несмотря на то, что ты находишься здесь, а он здесь, но двигайтесь-то вы, хотите прийти в одну и ту же точку, подумай, задумайся над этим. Вот когда ты это поймешь, ты поймешь, что тогда ты не должен с ней спорить, а ты должен его слушать. И то же самое надо сказать другому. И тогда они научатся друг друга слушать. Они не только высказывают свою точку зрения, но и слушают другого, потому что они вдруг поймут, что они идут к одной и той же цели. Собственно говоря, вот некоторые, такое очень краткое выжимка, у нас сегодня очень мало времени, поэтому рассказывать об этом можно очень долго. Но некоторые ключевые вещи мне хотелось бы вам сегодня такими снэпшотами рассказать. Это вот по поводу проекта, по поводу команды и по поводу руководителя.